СК-3, СК-4, Нива-10. Сегодня назвать этих комбайнов, которые заполняли наши палетки в 50-70-х годах минулого Сагодя, шмат кто уже и не памятая. Сегодня техника значительно лепш, но прозвать на Жневе по раннейшим веньми непросто. Тем больше приемно трапить у них переможцев. Почас переезда на новое поле техника споняется литерально на некаких хвилин, ка провести ушанование лепших. В этот день на рахунку водителя Геннадия Лебедева маль 3000 тонн перевезен газбожим, 1000 тонн зерня намолотил комбайнер Александр Шученко, старшиня областного отделения Белорусского фонду мира Тимофей Глушаков нагадывая. От того, как в этот день спросусь механизаторы на палетках, будет залежить выник усяго сельскох господатчика года. В середине 70-х маль 10 годов Тимофей Глушаков узначалил Браинский район и добро памятая уся приклады самоданной працы подчас Жнева ящие у ТЭ часы. Об этом теперь и нагадываю сучасному поколению. Вспоминается работа одного механизатора Гермеля Станислава, который работал на комбайне НИВА-10. Он тогда за один день, а если так говорить, за 20 часов рабочих, он намолотил 143 тонны зерна. И когда мы его приехали то, что так вот у поля чествовать, то он переживал, слезы катились и у нас. Вот так люди в то время работали, понимая, что такое хлеб. В этом году в акционерном товаристве «Завидовская» провели свой соблевый эксперимент. Все комбайнеры працуясь без помощников. С одного боку, это дозволяя выражать кадровое питание. С другого, напрямую, уплывая на зарплату механизаторов, при этом одномного уплыва на якость работы, такая организация працы не оказывает. Комбайн нормальный, хороший. Помощь, помогают комбайнеры, если вдруг поломка какая-то, становимся все. Ну, один одному помогаем. Сегодня у Завидовским убираются пошние гектары. Основная частка нового урожая сборжевых уже находится в Усковишах. В ближайшие дни у господарства пошнуть уборку кукурузы. Правда, перед этим в акционерном товаристве плануете оказать допомогу в Ясковцам по уборке зерневых на их присядебных участках. Комбайны выходят на огороды. Потому что так как и хозяйство поля, так и приусадебные участки нужно убрать за погоду, срок. Это же хлеб, это же зерно.